итак добрый вечер дамы и господа и так здравствуйте дорогие товарищи традиционно мы с Виктором Владимировичем приветствуем наших слушателей и так мы начинаем наше занятие на тему как научиться оказывать скорую помощь при болях в спине пояснице ногах и моче половой системе что-то волнуешься как никогда особенно когда упоминаешь моче половая система чтобы разговоры как-то завязать завязал вся хорошо добрый день у кого день у кого другое время суток поставьте пожалуйста десяточки чтобы мы понимали что вы нас слышите видите нормально воспринимаете у вас хорошее настроение вы готовы к началу занятия так отлично ну и по стобальной шкале пожалуйста поставьте насколько вам важна сегодняшняя тема занятий вот по стобальной шкале насколько сегодняшние темы вот для вас лично для вас важны и нужны вот просто их актуальность какова на сегодняшний день хорошо отлично значит ну где у кого 90 90 процентов мы и тех будем нет не будем не будем просто а что мы будем что вот и я хочу знать что хорошо вот даже вот там я не знаю сколько-то миллионов замечательно ну это кто-то из олигархов по моему у них просто верно или семья или коллектив большой всем надо отлично ну тогда давайте и раскрывать эту тему сегодняшнюю все по порядку как обещали начнем с убеждена программа у нас сегодня какая с вами программа занятия вот такая разберетесь я надеюсь сегодня в причинах нарушений со стороны этих систем конечно мы не будем копать и ковырять и называть все от начала до конца мы поговорим о глобальных о тех которые формируют и не только нарушение пояснично-крестцовой зоны но пояснично-крестцовой зоны в частности если с этим уважаемые дамы и господа дорогие товарищи сразу хотелось бы такую поправочку сделать чтобы очень четко понимали что мы сегодня говорим с вами то что касается тема мочеполовой системы мочеполовой системы мы сегодня с вами говорим о не специфических страданиях чтобы вам было понятно чем идет речь специфические страдания людям с самого начала какие-то термины начинаете чтобы люди понимали что мы здесь не гонорею будем лечить понимаете здесь будем лечить понимаете постгонорею чтобы люди понимали то там вырвали из контекста мочеполовой системы расчет гонорейщики набегут вот сюда вот со структуры и будут нам говорить а вот покажите мне точку чтобы меня не капало как у молодого молодца чтобы не капало с конца вот есть already talked и их увеличивает понимаете пассажеры как говорится со стороны я говорить об остеохондрозе но будем говорить о боль как мы будем говорить о тех страданиях со стороны спины и со стороны поясница со стороны пояснише лисцевая отдела со стороны копчика которая вызывают не специфические страдание именно со стороны мочи половой системы, чтобы вот мы сейчас вот на этом берегу, на этом берегу с вами договорились вот именно об этом. Ну, я надеюсь, это понятно. Если непонятно, задавайте вопросы, мы на них ответим. Дальше, что мы с вами рассмотрим, узнаете об ошибках, которые системно мешают навести порядок. Вот вы ходите, ходите по кругу, возвращаетесь с одними и теми же проблемами. Ну, почему? Потому что не решаются какие-то главные вещи. И что это за главные вещи? Мы, конечно, их назовем сегодня, мы в рассылках уже упоминали, а некоторых из них сегодня назовем. Ну, и место нам теста определите, какие нарушения имеют отношение к пояснично-крестцовому отделу позвоночника. Просто будет список симптомов, если там вы какие-то симптомы увидите, просто будете их отмечать. Кто знает, это про вас. И понимать, что это имеет отношение именно к таким нарушениям. И вы еще больше тогда в этой теме. И в этой теме мы с вами будем оказывать скорую помощь на пятидневном интенсиве. Что и как там подробно будет, мы сегодня тоже об этом немножко поговорим. Будете вопросы задавать, естественно, отвечать на них будем. Ну, и новую тему в нашей рубрике мы расскажем, что это за тема, что такое стать специалистом безопасного здоровья для себя, для близких. Это боль и страдания моей вот этой недели. Вы не представляете, я жену не видел. Вот сегодня вот тот редкий случай, когда я вот... Викран видишь? Да, Викран, Викран, да, Викран, именно Викран. Потому что вот эта неделя Татьяна Владимировна была просто вытащена из моей жизни, семейной. Потому что вот Татьяна Владимировна, так сказать, как типичный, будем говорить, типичный представитель своего знака зодиака, вот поставила перед собой задачу сделать из вас специалистов безопасного здоровья. Нет, ну почему? Что значит сделать? Сделать желающих? Ну, желающих, понятно, да. Каковы есть мотивация, желание, основание к этому и вот, собственно. Ну, а мне каково? А вам? Да. Прихожу, ночью ложусь на диванчик. А куда с подводной лодки вы собрались? Вам? Стою рано утром с того же дела. Ну, да, бочет номер два называется, да. Отсек торпедный. Ну, ладно. Пожалуйста, я могу хотя бы вот. И напоминаем правила вебинара. Пожалуйста, вот, очень внимательными будьте, не отвлекайтесь. Задавайте вопросы, когда мы об этом попросим, чтобы мы вот прям четко с вами пошли по регламенту. И важно выполнять воздействие, которое мы будем показывать или рассказывать о них, и какое-то задание вам давать. Именно четко в такой последовательности, как мы это будем делать. Если согласны, поставьте, пожалуйста, знак плюс в чат. Да, плюсики в чат ждем. Чтобы вы понимали, что у нас организованное мероприятие, здесь есть определенные правила. И благодаря этим правилам мы с вами все так разберем, все будет понятно. И проработаем с вами сегодня на ура. Я надеюсь так. Так. Хорошо. Да. Плюсики в виде символов, которые показывают Виктора Владимировича. Замечательно. Хорошо. Идем дальше. Не будем мы сегодня долго. Кто мы, что мы такие. Вот вам просто несколько слов буквально. Наши врачебные специальности. Рефлексотерапия, физиотерапия. Детинология, кардиология, спортивная медицина, лечебная физкультура, неотложная медицинская помощь, реаниматология. Врачи восстановительной медицины в шестом поколении. Это не оферта. Просто рассказываем о том, с кем вы имеете дело. Изобретатели медицинских приборов, технологий, патентов, авторы книг и так далее. Много что за нашими плечами накопилось. Авторы клиники, восстановительной медицинной форматы, в котором мы с удовольствием трудимся на Черном море. На российском побережье Международного Черного моря. В Краснодарском крае. Да. В своей работе далеко выходим за рамки медицинских стандартов, потому что, если вы получали наши рассылки, вы наверняка уже понимаете, что медицинские стандарты решают определенные узконаправленные спектры проблем. А проблем на самом деле много. Все мы нестандартны, нет похожих людей. Поэтому, чтобы помощь была эффективной, мы должны мыслить шире. Мы вообще должны мыслить. Нам должно быть терапевтическое мышление. Но если мы к Сократу возвращаемся, да, то туда. Если мы бездумно будем работать только по стандартам, мы далеко с вами не уедем. И я надеюсь, вы это все тоже понимаете. Ну, ряд преимуществ у нас есть, конечно, что мы можем, что мы умеем. Это все за счет нашего оснащения современного, теми приборами, которые признаны и в международных стандартных учреждениях, и в нашей любимой России. Ну и, конечно, гордимся мы нашим проектом, нашей клиникой, где все радует и глаз, и душу, и тело. Вместе с организмом. Это у нас с Виктором Владимировичем вечная полемика по поводу тела и организма. Ну вот, тем не менее. Что первично? Хорошо. Теперь мы готовы перейти, собственно, к теме обсуждения нашей сегодняшней. Мы готовы обсудить причины и условия нарушений. Ну вот, давайте начнем с канонов тибетской медицины. Вот у меня в руках памятник тибетской медицины под названием Джудши. Что он нам говорит? Надо было принести, так он один из клиники, книгу 1903 года. Издание, да? Да. Вот сейчас я скажу. 86 года. Не открывайте все тайны. Все тайны не открывайте. Не надо. Хорошо. Нет, просто редакторы, кандидат медицинских наук Николаев и доктор исторических наук Кубаев. Потому что, может быть, перевод, это транскрипция, немножечко отличаться разных изданий. Но, тем не менее, смысл один, суть одна. И суть состоит в чем? Вот я прям цитатами буду зачитывать, потому что искажать эти слова мы просто не имеем никакого ни морального, ни профессионального права. Человек обычный, у которого нет никаких изменений в теле, должен жить без болезни и долго. Сперва скажу, как избежать болезни. Все болезни разбиваются из причин при наличии условий. Без условий от причин не будет последствий. Поэтому делайте так, чтобы не было условий для болезней. Ну и дальше перечисляется, что это за условия, что это за причины. Мы лишь хотим сказать с Виктором Владимировичем, что мы с вами будем работать в пятидневном курсе, в нашем интенсиве. И с условиями, и с причинами. Мы будем стрелять по врагу точно, метко, зная его в лицо. И чтобы мы его узнали с вами в лицо, мы сегодня пройдем вот такие тесты, которые как раз таки обнажат эти проблемы и обнажат этих врагов. И мы с ними с вами будем бороться. Условия и причины. Условия зачастую мы можем сами создать для развития болезней. Но вот здесь не только сезонные органы чувств, образ жизни, вкусы, но и определенные действия наши с вами создают условия для болезни. Но если мы эти условия создавать не будем, то причины, которые существуют, они просто не реализуются. И у нас с вами есть все шансы жить не болея. Ну и вообще концепция этой книги, как жить не болея, трактата здоровья. Вот строки из этой книги, вот такая позиция. То есть мы с вами будем работать и с условиями, как эти условия не создавать. Это первое. И второе, будем бороться с причинами. Насколько это возможно, мы будем бороться с теми патологическими сигналами, с теми неправильными рефлексами, мы будем бороться с рефлексами болезней. Именно с теми рефлексами, которые создают эти болезни. Все это мы будем с вами делать в пятидневном курсе. Мы начнем... Хочу сразу сказать, что это будет абсолютно новый формат. Мы в таком формате еще с вами не работали, не взаимодействовали. Что это будет за формат, немножечко позже, вот чуть подробнее с Виктором Уделином, чем мы вам положим сегодня. Итак, я надеюсь, что вот такие вот глобальные вещи вы понимаете. Надеемся, что здесь ничего такого принципиально сложного нет. Но это те основы, этот фундамент, от которого мы отталкиваемся и будем стартовать с вами в пятидневном курсе. Причинами, какие же все-таки причины могут быть для нарушения в спине, пояснице, ногах, мочеполовой системе. И не только в этих системах, но и многих других. Опять же, по канонам тибетской медицины, Вот здесь как раз таки указывается, ну, здесь идут указания на стихии, на слизь, желчий, ветер. И вот как раз таки идет указание на то, что во второй половине жизни начинает преобладать стихия ветер. А стихия ветер, она как раз таки связана и, как здесь указано, попадает в поясницу. То есть мы с вами таким образом устроены, что во второй половине жизни у нас начинают развиваться определенные недомогания, связанные с поясницей, с пояснично-крестцовым отделом. А это и кишечники, и вся мочеполовая сфера, и гормональная сфера, и наши нижние конечности. И здесь, конечно, дорогие друзья, очень важно отметить, что тот термин, который у вас наверняка на слуху, а именно ветрогонное действие, ветрогонные препараты, ветрогонные травы, ветрогонные манипуляции, ветрогонное питание, как раз таки вот связано с тем, что, о чем только вот буквально сейчас сказала Татьяна Владимировна, что мы во второй половине жизни, конечно, должны заниматься с вами тем, чтобы уменьшать качество действия вот такой стихии, как ветер. А в буквальном смысле, что это такое? Это возбуждение кишечника, это возбуждение кишечников, это появление немотивированных газов, это немотивированное вздутие живота, это немотивированное суставное заболевание. И с учетом того, что, конечно, как говорили наши великие предки, медики, в лице Авицены, в лице Парацельса и так далее, и так далее, огромное количество авторитетов медицинских можно вам приводить, но как раз таки один из древнейших греко-римских врачей Гален как раз таки утверждал, что вторую половину жизни мы должны посвятить укреплению живота и укреплению спины. И вот как раз таки это никак не выходит и не расходится с представлениями о так называемых западных медицинских технологиях или западно-медицинских воззрений и именно восточных воззрений медицинских в лице тибетских канонов. Ну вот эту причину, конечно, мы с вами исключить не можем. процесс нашего взросления, процесс нашего старения, но окружить ее такими условиями, чтобы для этой причины было меньше поводов, меньше возможностей реализовать себя, мы вполне себе можем и очень даже эффективно можем делать. Ну, что касается нашей общей концепции, авторской, с Виктором Владимировичем, вы знаете, вот тот ютуб-канал, с которым вы сейчас смотрите нас, называется «Доктор Желчь», и мы с Виктором Владимировичем говорим о том, что желчь может все. Кто знает это, кто согласен с этим, поставьте, пожалуйста, цифру 5, чтобы мы понимали, что мы здесь сейчас общаемся с людьми, которые уже с нами на связи и нас понимают. Ну, в какой-то мере, на нашей, будем говорить, идеологической связи. Не на связи, в буквальном смысле связи, а то, что мы с вами говорим на одном языке. Вот как раз-таки в этом же трактате сказано о том, что желчь имеет 5 свойств. Помните 5 функций желчи, которые мы с вами изучали, проходили, на них останавливались? Вот мы с Виктором Владимировичем считаем, что у нас есть такой очень эффективный рычаг. Воздействие на стихию ветра – это стихия желчи, при помощи которой мы можем компенсировать возрастные изменения. И компенсировать очень высоко, эффективно. И большим заблуждением, к сожалению, на сегодняшний день страдают так называемые наши, но не так называемые, а наши западные коллеги, так называемые школьные медики, которые утверждают о том, что больную спину надо лечить через или больные связки, или больные суставы надо лечить как раз-таки через декомпрессию, через, будем такие вещи называть, как тяжелые или нетяжелые физические нагрузки. А мы, Татьяна Владимировна, как раз-таки находимся на позиции того, что, да, это имеет место быть, но уже после, после, после предтечей, конечно, терапевтической, предтечей успешной терапии на перспективу, конечно, должно быть восстановление функций желчи, функций накопления и функций желчного отделения. То, что мы, как раз-таки, к сожалению, или к счастью, там, наверху, бухгалтерию небесной лучше знают, но как раз-таки с возрастом эти вещи начинают депрессировать. И как раз-таки это очень важно понимать с точки зрения того, что социально, когда мы социально окрепли, когда мы социально выросли, то с точки зрения биологии, с точки зрения биологии, нашему виду Homo sapiens repticus мы становимся ненужными, потому что мы должны освобождать место следующим поколениям. Ну, а кто добровольно уйдет с теннисного корта? И зачем? Да, и зачем, да, да. Поэтому здесь вот такой небольшой функциональный диссонанс, функционально-социально-биологический диссонанс, который мы, как раз-таки, не мудрство и лукаво, и не очень скромниче, хочу сказать, в большей степени справляемся с этими проблемами, потому что мы на самом деле знаем вот этот самый джойстик. Этот джойстик в управлении нашей жизнью, нашей игровой под названием «Жизнь», это как раз-таки рычаг желчи и желчи-воздействие. Ну, и вторая часть нашего убеждения, связанного с желчью, первая часть, что желчи может все, и вторая часть, что каждый человек может изменить свое состояние, изменив качество и количество желчи, который вырабатывает его собственный организм. И реплика, и реплика, я хочу проявление. Сразу для тех, кто, к сожалению, уже лишен в силу различных обстоятельств этого желчного пузыря, чтобы вы, дамы и господа, понимали, что отсутствие желчного пузыря, как органа, как органа, не дает вам права манкировать отсутствием этого органа. Не освобождает его. Не освобождает вас от ответственности. От желчных вопросов. Да, не освобождает вас. Это вот знаете, как вот расхожая фраза. Незнание закона не освобождает от ответственности. А ровно так же и здесь. Даже в случае удаленного желчного пузыря, вы должны уметь владеть ситуацией. И у нас даже есть разряд таких мероприятий, когда мы показываем тем самым беспузырникам, как я их называю, как в достаточной степени функционально, правильно и... Можно воздействовать и получать результаты. Замечательные результаты. Как определить эти нарушения? Ну, вот давайте начнем просто с элементарных вещей. Кому знаком диагноз дискинезия желчевыводящих путей? Вот кто с ним стал в детстве, в юности, в зрелом возрасте, у своих детей, у внуков? Напишите, пожалуйста, плюсик. Вот, говорят, вот дискинезия. Да, дискинезия. И кто с этой дискинезией борется? Кто-нибудь борется с этой дискинезией? Скажите, пожалуйста. А это те начальные изменения, которые потом приводят к тяжелым последствиям, к удалению желчного пузыря, камнеобразованию, не дай бог формированию перитонита и так далее. Да даже дело не в этом. Дело даже не в локальных проблемах, связанных непосредственно с самим желчным пузырем, а именно с той функцией катализатора, с той функцией катализирующей, общий биохимический процесс, общий обменный процесс в нашем организме. Потому что, вот какую мы с вами проблему не возьмем, какую мы с вами проблему не возьмем, начиная, так сказать, с юных аденоидов, начиная с юных миндалин, начиная с юных ангин и так далее, так далее, так далее, так далее. Да, определенной степени инфицированность имеет место быть. Но почему так ведут себя миндалины? А миндалины себя ведут так, потому что желчь не обеспечивает характер слизистого покрывания самих миндалин. Поэтому миндалины становятся пористыми, миндалины становятся проницаемыми, на них садится вся эта уличная и других типов вирусно-бактериального флора, которая дает нам острое и хроническое состояние под названием острый или хронический тензелит. Дальше больше. Куда может развиться это состояние? Оно может бифурцировать, то есть разделиться. Или уйти в сторону почечной патологии, или уйти в сторону сердечной патологии. И опять же за этим стоит как серый кардинал, стоит состояние нашей с вами желчи, состоит состояние желчного пузыря. Берем проблемы, берем проблемы с нарушением стула, желчи. Берем проблемы с нарушением функции желудка, желчи. Берем проблемы с качеством аммунитета, опять же желчи. Куда ни кинь, везде. С качеством зрения. Да, качеством зрения. Слуха, обоняние, вкусовых ощущений и так далее. В общем, вы понимаете, что в наших руках с вами грозное, и не хочу сказать оружие, а такой очень эффективный инструмент для того, чтобы наводить порядок во многих системах нашего с вами организма. И если у нас задержки оттока желчи, нарушение, изменение качества, состава желчи, то со временем вот эти ветрогонные, нарастания ветрогонных тенденций, связанных с возрастом, они еще более усугубляются и происходят в процессе раннего старения. Они просто развиваются, набирают обороты, и качество жизни наше снижается, и продолжительность жизни снижается. Ну, вот вам такие основные отправные точки. На самом деле, признаков нарушения качества оттока желчи, их очень много. Мы с вами будем говорить о них на пятидневнике, на пятидневном интенсиве. Здесь как раз таки под нашей трансляцией есть ссылочки, как зарегистрироваться, что там будет по дням. Пожалуйста, обязательно зарегистрируйтесь, если вы этого не сделали, потому что с завтрашнего дня мы начинаем работу только с теми людьми, кто зарегистрировался. Будем рассылать приглашения, домашние задания. У вас будет доступ, бесплатный доступ в наши обучающие сервисы все пять дней. Вот представляете, какая уникальная возможность перед вами открывается. И вы будете выполнять домашние задания, писать отчеты, мы будем с вами взаимодействовать. И каждый день мы будем с вами бороться с нарушениями желчи. Параллельно с оказанием скорой помощи. Потому что другой путь, мы считаем, с Виктором Владимировичем, он просто нецелесообразный. Мы другими путями не достигаем цели оздоровления, цели выздоровления. Потому что мы не исключаем глубоких причин. Когда мы начинаем исключать глубокие причины, то мы как раз таки с вами начинаем продвигаться и продвигаться эффективно в том направлении, которое мы с вами задаем. А мы с вами будем на ближайших пять дней задавать направление оказания помощи при болях в спине, пояснице, ногах и мочеполовой сфере. Ну, конечно, то, что не связано с инфекционными случаями. Итак, да, по поводу вопросов мы договорились, что у вас будет возможность, мы вам ее предоставим ближе к концу. Вы будете задавать вопросы, мы будем на них отвечать. Потому что если мы сейчас будем сбиваться, то вы не поймете цельности всей картине того, что мы хотим вам донести. Итак, мы с вами определились, какие инструменты у нас с вами в глобальном смысле есть для того, чтобы бороться вот с этими недугами, о которых мы с вами в самом начале, которые мы заявили в самом начале. Ну и сейчас несколько ошибок, мы буквально несколько, их на самом деле много, но мы такие грубые, наиболее критичные с нашей точки зрения ошибки. Мы о них расскажем немножко с Виктором Владимировичем, которые мешают навести порядок в мочеполовой, гормональной системе, нарушениях пояснично-крестцового отдела позвоночника при болях в ногах, спине в целом. Что это за ошибки? Ну, во-первых, то, что мы сейчас с вами обсудили, это имеет место быть. Никто почему-то из докторов не обращает внимания на то, что имеется нарушение желчи. Вот не работа с этим фактом, серьезным, грозным, существенным, ответственным, важным, она сама по себе сводит на нет многие терапевтические усилия. Мне очень печально, вы знаете, уважаемые коллеги, если можно вас так называть, констатировать то, что многие корифеи, многие корифеи, много трудных, многопудовых в своих книгах задаются одним и тем же вопросом. А какой же алгоритм развития страданий со стороны спины, со стороны поясницы, со стороны пояснично-крестцового отдела, со стороны нижней конечности, никак они не могут вот в трехсоснах разобраться. А ответ лежит на поверхности. Ответ – это наша с вами желчи, это поведение наше с вами желчи. И поэтому вот в который год, в который раз я перед вот этой замечательной женщиной снимаю шляпу, вот сейчас, видите, я уже даже снял шляпу, потому что все жарили. Уже заранее снял. Да, уже заранее шляпу снял. Да, потому что вот Татьяна Владимировна нашла вот этот вот алгоритм, и который лежит вот именно вот в этой плоскости, очень тонкой. Состояние желчного пузыря. Это первое. Состояние желчного пузыря, состояние печени, состояние протоков, то есть то, что мы называем желчелогикой. Желчелогика. Нарушение правил или законов желчелогики. Это вот такие законы природы, непреложные. Если мы на них не обращаем внимания, то сами понимаете уже, что мы имеем с вами. Это раз. Второе. Существуют вторичные механизмы. Почему мы вот выделили отдельный курс именно по вопросам поясницы, спины и ног, а не считаем, что он достаточно нами разобран именно в системе доктор желчи по восстановлению позвоночника и внутренних органов. Почему? Потому что особенно во второй половине жизни формируется очень много вторичных процессов. То есть уже вторичных причин, которые являясь следствием причин первичных, тех же самых дискинезий, уже сами по себе становятся причинами и носителями вот этих страданий, с которыми мы сегодня разбираемся. А это именно состояние тонкого и толстого кишечника. Если там есть нарушения, которые связаны и продиктованы дискинезиями или какими-то другими проблемами, связанными с желчью, то эти проблемы уже сами по себе начинают влиять на качество оттока желчи. Уже начинают формироваться порочный круг. Формировать свои порочные круги дополнительные. И поэтому, если мы с вами детально не проработаем эти системы, которые определяют качество позвоночника в целом, пояснично-крестцового отдела, гормональная сперма, учеполовой системы, то мы с вами, конечно же, будем топтаться на месте. Ну, не то, что топтаться на месте, результаты у нас от первоначальных воздействий будут на процессы формирования именно желчеобразования и желчевыведения, то, что связано с печенью, с желчным пузырем, с двенадцатиперстной кишкой, то есть верхней половиной туловища, если можно так выразиться. То проблемы нижней половины туловища, они могут уже по-своему влиять на эти все процессы. Как вторичные причины и быть уже самостоятельными причинами, нарушающими эти процессы. Поэтому мы с Виктором Владеленовичем решили именно проработку этих систем выделить в отдельный курс и вот уже с завтрашнего дня заняться этими всеми вопросами. Значит, проблема номер два, то, что никто не анализирует состояние кишечников, когда решаются вопросы с поясничными проблемами, с остеохондрозом, с эшиосом, с люмбага, с нарушением мочеполовой системы, гормональной системы. Вот это вторая ошибка, когда не проводится детальный анализ именно кишечников. Это вторая ошибка серьезная, которая помогает, не помогает, да, способствует тому, что вот никак мы не можем справиться с некоторыми проблемами. Усугубляет проблему основную. Ну и там уже дальше идут мелкой россыпью другие вопросы, другие проблемы, как, например, ну вот если вы сталкивались, наверняка кто-то из вас сталкивался, как проходит обследование, лечение в клиниках, в поликлиниках, в лечебных учреждениях. Как правило, врач вас отправляет выполнить все анализы, все исследования, потом их анализирует и выполняет какие-то назначения. Эти назначения вы идете по другим кабинетам, там младший или средний медицинский персонал выполняет различного рода воздействия. Все это разорвано, нет обратной связи, нет взаимодействия, доктор сам не контролирует ход процесса. Что-то там делается и делается, что-то с вами происходит и происходит, тем более детального обследования организма нет. И, конечно же, накапливаются и ошибки, и накапливается невнимательность персонала. Вы знаете, что человеческий фактор, от него никуда не уйдешь. То есть, автор вашего лечения фактически не занимается вашим лечением. Это, мы считаем, такая системная ошибка. Мы ее с Виктором Владимировичем по мере своих возможностей стараемся исправлять. Мы стараемся всегда или самостоятельно заниматься лечением, или, если у нас есть помощники, обязательно контролировать ход этого лечения, выполнять диагностику до и после, отслеживать результаты и во время процесса лечения корректировать назначение, чтобы у нас с вами не было такого, что куда-то поехали лечиться в санаторий, и потом еще приехали, и после этого санатория недельки-две еще дома полежали. Чтобы у нас с вами не было вот таких вещей, мы стараемся все это упредить и стараемся быть, если мы авторы этих процессов, то за ними следить, их контролировать. Ну, и я надеюсь, вы с нами будете согласны, что вот именно таким образом организация лечебного процесса, она и построена, что назначает один врач, а выполняют другие специалисты. И нет у них взаимосвязи, нет контроля в этой системе. Поставьте плюсики, пожалуйста, кто с этим согласен, кто с этим сталкивался, что это действительно так. Что вот не просто мы тут что-то рассказываем. Критикантством занимаемся. А действительно система так работает. Ну вот, Елена пишет, что даже и разбираться не хотят. Почему? Потому что их учили так. Их учили следовать медицинским стандартам. А ведь удобно же следовать медицинским стандартам. Думать не надо. Все за тебя придумано. Список симптоматики есть. Список анализов исследований есть. По алгоритму вот такие назначения и все. И до свидания. Врач ни за что не отвечает. Он действует по стандарту. Что будет, то и будет. Но вот, к сожалению, так. Мы это знаем, понимаем. Вот в медицине просто очень давно. И поэтому по своему уставу создали новый формат клиники. Где все по-другому. Ну, хорошо. Это вам несколько вот таких ошибок. Вводных. Системных, вводных. Да, их на самом деле много. Различных. Ну, вот такие фундаментальные. Ну, и простые для вашего понимания. Вот, чтобы вы немножечко уже разбирались в теме. Хорошо. Идем дальше. Дальше. Мы с вами сейчас просим вас подготовить ручки, бумагу. И ставить там плюсики или единички, или какие-то отметки. Если вы будете обнаруживать у себя какие-либо из тех симптомов, или нарушений, или жалоб, или уже готовых диагнозов, которые вам поставили когда-то, будете у себя обнаруживать, пожалуйста, делайте отметки, фиксируйте у себя где-то на бумаге. И потом нам в конце тщательно пишите, сколько у вас таких отметок. Общее количество их. Готовы? Троечки поставьте в чат, кто готов. Взял ручку, бумагу. Все вот. Тестировать, готовы ли вы. Если вы у себя обнаруживаете вот такие нарушения, то это говорит о том, что имеет место нарушения в пояснично-курсуцовом отделе. И с этими нарушениями мы с вами будем бороться на 5-дневном курсе. Отлично. Хорошо. Я так понимаю, что у большинства уже все заготовлено. Замечательно. Ну и так. Идем мы с вами дальше. Сейчас я немножко подкорректирую. Если вы у себя обнаруживаете вот что-то из этого списка, пожалуйста, делайте отметки и выполняйте подсчеты. Оширение пахового канала. Тяжесть в области мошонки. В том смысле у кого она есть. Беспокойство наружных половых органов. Влагаличные частые белые у женщин, типа молочницы. Колики внизу живота, как слева, так и справа. Периодически возникающие коленные прострелы. Грыжи шморля. Подчеркиваю, грыжи шморля. Паховые пахомошоночные грыжи. Периодический понос. Затрудненный утренний подъем из-за боли поясницы. Повторные паховые грыжи послеоперационные. Упорные запоры. Упорная диарея. Частые поясничные прострелы. Дальше. Возникающие боли внизу живота, слева или справа. Тяжесть в области мошонки. Воспаление яичек. Воспаление труб. У женщин. Аднексид. Примагинологический диагноз грыжи шморля. Но это уже мы и говорили об этом. Затрудненное мочеиспускание. Пиелонефрит. Опускание почек или почки. Так называемая опущенная почка. Ночное недержание мочи. Боль в пятке или пятках. Неполное порожнение мочевого пузыря. Частое воспаление мочевого пузыря. Пузырно-каменная болезнь. Мочекаменная болезнь. Нарушение сна. Стойкие люмбаго. Так, идем дальше. Частое воспаление наружных половых губ. Хроническое воспаление яичек. Синдром реактивного мочевого пузыря. Периодически возникающие боли в коленях. Судороги в бедрах. Кратковременная периодически возникающая боль в ягодичных мышцах. Боль по наружной части бедер или бедра. Острый гонит. Воспаление коленного сустава. Острая боль в ягодичных мышцах. Уменьшение объема бедер или бедра. Хронический гонит. То есть, хроническое воспаление коленных суставов или коленного сустава. Упорные судороги в бедрах. Синдром грушевидной мышцы. Нарушение сна. Хронические боли в ягодичных мышцах. Идем дальше. Боль по наружной части бедер или бедра. Так. Ну мы тоже повторяемся получается. Хорошо. Сейчас. Неспецифический простатит. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Эрозия шейки матки. Тромбофлебит голени и стоп. Приходящие ситуационные люмболгии. Эндометрит. Стойкий тромбофлебит. Боли в стопах. Аденома предстательной железы. Прогрессирующая миома. Упорная люмболгия. Стойкие нарушения мочи и спускания. Эндометриоз. Хронический поясничный радикулит. Коксартроз. Нарушение сна. Онемение. Похолодание конечности. Чувство ползания мурашек. Изменение чувствительности цвета кожных покровов. Сухая бледная кожа нижней части ног. Или одной ноги. Летучая боль в стопах. Приходящая. То есть летучая боль. Дерматит стоп. Боли в области большого пальца ног. Синдром Рейно. Сахарный диабет второго типа. Энтероколит. Поясничная боль с периодами ремиссии. Нарушение мочи отделения. Заболевание прямой кишки. Эндометрит. Хронический эпидемит. Пяточная шпора. Боли в крестцово-подвздошной области. Упорные боли в тазобедренных суставах. Упорные боли в коленном или коленных суставах. Упорные боли в голеностопных суставах. Боли перед и во время овуляции. Тянущие боли в мошонке. Боли при нестабильных физических нагрузках. Резкие боли при промахивании ступенек. Резкие боли при падении на ноги. Резкие боли при неловких движениях. Боли в области шейки матки. Боли у основания полового члена. Боли во время менструации. Боли в прямой кишке при потуживании. Проблемы с щитовидной железой. Меомные узлы. Узлы в предстательной железе. Остеопороз. Нестабильное положение матки. Синдром танцующей королевы. Есть такое заболевание. Выраженные и или тромбофлебит бедринных подвздошных вен. Аденомопростаты. Органические поражения прямой кишки. Постоянная ноющая боль в крестце. Коксоартроз. Жжение в уретре при мочеиспускании. Доли хатима. Неспецифического происхождения. Это Виктор Владимирович вам пояснит, что такое. Прямые кишечные каловые пробки. Периодические боли в прямой кишке. Кровотечение из прямой кишки. Опущение. Выпадение матки. При удаленной матке опущение внутренних органов. Опущение мошонки. Сморщивание облагалища. Сморщивание полового члена. Геморрой. Напряженная варикоцели. Дивертипулы сигмовидной кишки. Опущение почек или почки одной. Высыпание кожное в области копчика. Воспаление яичек. Ну вот что такое долихосигма неспецифического происхождения. Виктор Владимирович, пожалуйста, поясните, чтобы было нашим участникам понятно. Ну, очень часто бывает долихосигма специфического поведения. Это при системных заболеваниях. При системных заболеваниях крови, при системных заболеваниях кишок, ну, грубо говоря, онкологические проблемы. При дуберкулезе кишечника, когда у нас увеличивается сигмовидная кишка по виду, который мы называем долихосигма. То есть, большая от греческого долиха, то есть, значит, большая. Но это специфические проявления. А не специфические, как раз таки, которые связаны вот с состоянием пояснично-крестцового отдела. И напрямую связаны с состоянием нисходящего отдела толстой кишки, которая называется сигмовидная кишка. Ну, и сейчас мы ждем от вас количество цифр, которые вы у себя отметили. Чтобы понимать, насколько вот все-таки эта тема для вас актуальна, важна, нужна. Как нам организовывать все-таки работу, чтобы нам было более понятно. Какое количество жалоб мы должны вот прям прорабатывать глубоко, упорно, настойчиво. То есть, это разброс у нас широкий, узкий. Ну, вот имейте, пожалуйста, в виду, что с этими всеми вопросами мы с вами будем работать, заниматься, оказывать скорую помощь. И даже более углубленную, чем вот прежде мы с вами в других курсах работали по скорой помощи. У нас будет, конечно, и упражнение для экстренной помощи, и для скорой помощи. И вот все пять дней, кто выполнит все домашние задания, уже получит результаты и может переходить к системным воздействиям. Что и как это будет, мы на пяти дневном скорости будем подробно останавливаться и давать вам такую возможность. Да, ну, конечно, симптоматика расширенная. Цифра 15-20 у нас, по-моему, прям вот лидирует сегодня. К сожалению. К сожалению. Что у нас еще будет? Ну, вот то, что в программе на завтра, во-первых, мы эту всю симптоматику распределим по различным сегментам позвоночника. Вы поймете, к каким сегментам позвоночника адресно относятся ваши проблемы. Это первое. Второе. Эту всю симптоматику мы... Пояснично-крестцового отдела, вы имеете в виду? Пояснично-крестцового, конечно, отдела. Но уже 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 позвоночника. Пояснично-крестцового отдела позвоночника. Да, именно к каким позвонкам, по счету, да, L1, L2, L3, L4, L5, S, значит, поясничного отдела, крестцового отдела, S и копчика, эта вся симптоматика относится. Да. Чтобы вы могли уже разбираться в этом. Цифра 37 даже появилась. И эту всю симптоматику мы с вами также структурируем по степени тревожности. Насколько она тревожна, насколько мы должны реактивно воспринимать ее в смысле наших действий. Какие у нас будут звоночки, какие звонки и какие колокола. Вот из этого списка мы с вами вычленим отдельно. И будем отслеживать, как эта симптоматика будет постепенно снижаться по мере продвижения в нашем курсе. Есть, я надеюсь, что в чате есть участники, с которыми мы уже так работали в других курсах. Вот именно симптоматика изменяется, количество звоночков уменьшается, интенсивность симптоматики снижается. Вот плюсики поставьте, кто с нами так уже работал. Что это вот действительно так происходит. Вы у себя ставите отметки, и этих отметок, они сначала снижают свою интенсивность, а потом их количество становится меньше. Ну вот видите, да. Замечательно, да. Хотите идти дальше с нами? Значит, хочется дальше больше. Замечательно. Жить не болея наша с вами цель. Столько много, оказывается, участников, кто уже прошелся по звоночкам тревожным, других отделов позвоночника, других систем. И мы с вами получили вот большое количество результатов. Замечательно. Конечно, зарегистрироваться еще можно. И обязательно регистрируйтесь. Мы сейчас попросим администратора, чтобы он ссылку для регистрации скинул нам обязательно. В чат. Ссылка для регистрации еще находится в описании под этим видео. Вы можете этой еще ссылкой воспользоваться. Обязательно регистрируйтесь. Потому что если вы не зарегистрировались с приглашением, мы вам присылать не будем. Избыточную информацию не будем тем, кому она не нужна. Посылать. Так. Хорошо. Где у нас администратор? Ссылочка. Вот регистрация на пятидневный интенсив. Как раз таки под трансляцией в описании. Хорошо. Подробности здесь. Да. То есть там страничка, которую мы, информацию на которой мы расширили. Мы прям там по каждому дню, какое по счету упражнения будет, какое оказывать воздействие, какие результаты мы с вами получим. Прям по каждому, каждому дню. Я попросила Виктора Владимировича, и он подробненько рассказал. И мы сняли такие видео, чтобы вы понимали, чем, как мы будем заниматься. Но если у вас проблемы связаны с каким-то одним конкретно днем, это не значит, что вы должны приходить именно только в этот один день. Система построена таким образом, что у нас результаты создаются и накапливаются с первого по пятый день. Последовательно. Называется это, дамы и господа, функциональная преемственность. Вот это я хочу, или мы хотим, чтобы вы это запомнили. Что здесь не получается сегментирование. Здесь не получается кусочек пирога. Здесь надо с пирогом познакомиться полностью. Здесь есть его. Целиком. Весь. Чтобы крошечки не осталось. Да. Всю информацию усвоить. Раз-раз с катерти. Согласны? Ставьте, ну что там, не знаю, семерки в чат. Что так и будем с вами действовать. Не пропустим ни одного дня. Все домашние задания выполним. Отчитаетесь позвоночком. Сами будете вести учет изменений своего состояния. Мы прям научную работу. Каждый со своим организмом проведет. Мы вас научим. Отлично. Теперь давайте разберемся, что же мы еще за такую задачу ставим с вами. Мы еще хотим вам немножечко рассказать. Как все-таки стать специалистом безопасного здоровья для себя, для близких. Ну, много курсов у нас уже было. Много онлайн-курсов. Много участников. Огромное количество отзывов. Мы даже вам ссылочку дадим. Там более 500. Ну, там, конечно, далеко не все. Просто не хватает времени. Рук. Эти отзывы накапливаются. Все время туда добавлять, добавлять, добавлять. Ну, скорее всего, конечно, мы это сделаем. Чтобы каждый мог найти свое заболевание. Отзыв на свою тематику. Мы понимаем, как это важно для людей, которые принимают решения. А вот кому-то помогло или нет. Вот. Отзовитесь, гарнисты. Кому это помогло. Вот сейчас пишут. А кому-то помогла точка доктор Желч. А кому-то помогла еще одна точка доктор Желч. И пишут. И трубы, и барабаны бьют. Это все в отзывах. Все найдете. Все посмотрите. Почему мы ставим задачу в итоге, чтобы у нас были такие люди, которые были бы специалистами в этой теме. Мы с Виктором Владимировичем, нас двое в этой теме работаем. Конечно, у нас есть помощники. Такая наша железобетонная гвардия, которая помогает нам. Работает кураторами, отвечает вам на вопросы. Но даже этих людей, даже этих рук нам не хватает. Уже не хватает. Нам катастрофически не хватает. Потому что тысячи вопросов приходят. И мы понимаем, что люди о помощи просят. Но мы просто не в состоянии заниматься вопросами каждого отдельного человека. Его распределять в том или ином направлении по его заболеванию. Иисусу Христу было легче в этом смысле. Питью хлебами всех накормил. И вошел в аналог. Мы ставим задачу сделать из вас таких специалистов, чтобы вы могли помогать не только себе. Вы могли помогать не только близким людям. Потому что, как говорит практика, когда у вас происходят изменения, окружающие это замечают. Начинают к вам обращаться. Вы им начинаете помогать. Начинает изменяться окружение вокруг вас. Вы несете свет знаний уже в свое окружение. Но нам с Виктором Наделеновичем не хватает специалистов. И те из вас, кто правильно выполняет все домашние задания, лучше всего за финалит этот курс, мы будем вам предлагать сотрудничество с нами. Работать в нашей команде, становиться помощниками для нас. Потому что мы понимаем, насколько эта вся система развивается. И вот в ближайшие месяцы нам уже... Вот сейчас срочно нам нужно уже 3-4 человека. А через 3-4 месяца нам нужно будет 12 таких человек. Но каждый должен обучиться. Каждый должен пройти эту систему. Это, конечно, универсальные специалисты. Почему мы их называем специалистами безопасного здоровья? Потому что это наши методики. И эти люди владеют нашими методиками. Понимают, как ими можно пользоваться. Как это работает. Понимают технологию. Все это. Как можно быть здоровым без лекарств. Как можно быть здоровым без оптичной химии. Как можно быть здоровым без побочных эффектов. Как все-таки решить проблему медицины, которая звучит уже столько столетий. И называется не навреди. А все равно антибиотики мы потребляем. Все равно противовоспалительные и нестероидные мы потребляем. Токсичные противопаразитарные препараты мы потребляем. И где же это ваше ненавреди, когда мы лечим одно, другое калечим. И что мы в итоге имеем. Никто не хочет обращать внимание на дискинезию. Закрывают глаза, что вы тут умничаете и рассказываете про какую-то желчь. Да? Вот вам сказали, что делать. Вот берите и делайте. Вот факт буквально сегодняшний. И сегодняшней статистики. Вот представьте себе только на секунду. Не хочется, конечно, чтобы сегодняшний вечер был так, знаете, таким, как багряные орехи. Освещался такой тревогой, таким напряжением, таким хоррором. Но представьте себе, что в Российской Федерации с 2008 года по 2018 год количество онкобольных выросло на 23,7%. На сегодняшний день официально зарегистрировано 3 миллиона 760 тысяч онкобольных. И тенденция увеличивается, увеличивается, увеличивается. И в первую очередь это связано, конечно, вот с этими проблемами неотработанными по тонкому кишечнику, по толстому кишечнику. То есть как раз таки то, с чего Татьяна Владимировна сегодня начинала нашу встречу с вами. Все это в наших руках. Все это, понимаете, все это вот дает нам такое оружие, понимаете, ослушать нас по большому счету в силу различной. Мы не хотим, по крайней мере лично я, я не хочу приватно сейчас обсуждать кого-то. Не студи, не студи мы будешь. Но жизнь показывает, понимаете, жизнь показывает, что условно говоря днем... Ребята, коллеги, помогите, давайте вот по коллегиальному разберемся и так далее, и так далее, и так далее. Ну и мы знаем, что всегда на наших занятиях сидят специалисты, но это знание. Мы знаем, что сидят врачи. И самые сложные и трудные вопросы они задают нам, потому что они не могут в рамках стандартов разобраться вот в этих ситуациях. Мы не говорим, что мы можем все, но мы можем с вами очень много сделать. Предупредить самому. Нам нужны помощники, нам нужны рабочие руки. И мы предлагаем вам вот такое взаимодействие. Все начинается завтра. Начало занятия в 19.30. По московскому времени. Пожалуйста, не опаздывайте, приходите. Будьте максимально внимательны. Да, еще хотим сказать, что обязательно постарайтесь смотреть нас с компьютера, потому что у вас будут специальные возможности таким образом получать дополнительные бонусы от нас. В конце каждого занятия будут бонусы. Кто вживую будет приходить, будет такая кнопочка. То есть в телефоне этой кнопочки может не быть. Ну, это функция такая телефона. Вот, а именно в компьютере будет возможность и смотреть то, что мы будем показывать на полноценном экране. Это тоже очень важно, потому что важно все упражнения выполнять правильно. Если вы будете совершать ошибки, вы эти ошибки будете накапливать, и мы с вами не получим того эффекта, на который мы с вами рассчитываем. А мы с Виктором Владимировичем рассчитываем на большие результаты с вашей стороны. Просто ярко выраженные. Потому что мы знаем, мы знаем, как это работает. Мы знаем, мы в этой теме уже большое количество времени. Большое количество времени. Если вещи назвать своими именами, как, знаете, в старом добром анекдоте советской поры, когда спрашивала одна бабуля, вот коммунизм, эта штука, кто ее придумал, ученые или большевики? Вот понимаете, вот мы как настоящие ученые все испытали на себе. Все испытали на своих близких, все испытали на своих родных. И нам есть чем гордиться. Они тоже наша такая боевая гвардия. Нам есть чем гордиться, да. Вот представьте себе. Достаточно пожилые, уже более чем пожилые люди, которые закалены нашими технологиями, закалены верой в светлое сегодня и в еще более светлое завтра. Ими пользуются. И уже будучи в очень преклонном возрасте, еще умудряются нам помогать. Так что, милости просим в нашу команду. Вот она пока что такая небольшая, но это все люди очень серьезно настроенные. И вот они создают нам возможность общаться с вами. Они просто очень серьезно настроены. На них все держат. Да, это люди очень серьезно работающие. Очень серьезно работающие. Мы вас приглашаем в нашу команду удаленной работы. А кто находится с нами поблизости, рассмотрим вопросы вашего физического присутствия на нашей территории, в нашей клинике. Пожалуйста, с удовольствием. Но нам нужны действительно патриоты и серьезно настроенные люди. Пожалуйста, напишите в чате, кто хотел бы поработать с нами в нашей команде. Кому бы это было интересно, напишите, пожалуйста, цифру 9. Пусть такая будет цифра 9. Напишите, пожалуйста, кому интересно было бы поработать с нами в нашей команде. Помогать большому количеству людей. Серьезно. У нас будут форматы, когда образование медицинское есть, и будут форматы, когда образования медицинского нет. У нас будут разные форматы помощи людям. Мы работаем и с врачами, и не с врачами, и с средним, и младшим медицинским персоналом, и с людьми, у кого нет такого образования. Но они также могут оказывать вот такую активную, посильную помощь. В чем будет заключаться работа, мы с вами будем говорить завтра уже. Начнем говорить завтра. Начнем говорить, да. Да. Как говорит моя любимая теща, у меня прям душа. А как говорит моя любимая теща, я пока охолоньте. У меня прям радуется душа. Ну хорошо. Я очень рада, что вот столько желающих нам помогает с нами двигаться дальше. У меня же не просто сегодня с полвторого. У меня прям вдохновение. Да, с полудня нос чешется. Не просто же так. Во сколько будет завтра? Завтра начало занятий в 19.30. Вот, пожалуйста, постарайтесь не опаздывать. Никаких срочных дел. Вот не пропустить ни одного слова. Вот просто четко с самого начала и до конца пройти все правильно. Потому что если вы собираетесь помогать людям, это большая ответственность. У вас нет права на ошибку. Конечно же, вы будете поначалу их совершать, и мы вам будем помогать, и мы будем вместе с вами эти ошибки на примерах разбирать. Без этого не бывает ни одного обучения. Но если вы так настроены, то, пожалуйста, максимально будьте в этом ответственны. Так, ну что ж, замечательно. Тогда я не буду, у меня там еще масса слайдов, для чего, зачем нужно быть специалистом в безопасном здоровье. Это мы будем говорить с вами завтра. Взяли, Татьяна Владимировна, сами себе крылышки подрезали. Да, почему же подрезали? Или наоборот. Посмотрите, сколько у нас наших желающих с нами поработать людей. Наоборот, да, я думаю, что наоборот. Ну и замечательно. Да, примерно занятия будут длиться часа полтора, может быть час сорок, час пятьдесят. Не верьте, не верьте, не верьте. Не верьте, минимум 2-2.30. Вот практика моя показывает 2-2.30. Потому что вы все очень любознательные, вы все очень любопытные. А как только в эту тему войдете, понимаете, вы все сами завтра увидите. Мы все завтра сами увидите. Ну, ориентируемся на полтора часа. Ориентируемся на 2 часа. А там дальше, как у вас будут вопросы? Вот именно от этого зависит. Последователь, да, Раиславовна, да. Так. Вот смотрите, у нас будет вопрос по поводу записи и интенсива. Интенсив у нас будет идти 5 дней. Участие в интенсиве, живое участие у нас бесплатно. Но как только закончатся эти 5 дней, бесплатный доступ к этим записям, к этим занятиям будет закрыт. И те, кто заказал пакет и оплатил пакет записей, у того эти записи будут. Как только у нас закончатся все занятия, 5 дней пройдут, все записи будут готовы. Вот как раз таки мы вам дадим их на скачивание, и они у вас будут в пожизненном доступе. То есть вы сможете пожизненно уметь оказывать скорую помощь себе, близким, при вот этих нарушениях, которые мы с вами перечислили. Там порядка 125 жалоб, симптомов, синдромов, поставленных диагнозов. Интенсив бесплатный. Но записи на платной основе. Там совершенно символическая цена. Пожалуйста, администратор, сбросьте. Заплатили вот 500 рублей, да, Елена Чешева пишет. Заплатили 500 рублей. Вот когда они у нас будут готовы, эти записи, 5 дней пройдут. Вот, если занятия начинаются завтра, значит, через 6 дней у вас будут все записи на вашей электронной почте. Все записи и даже там дополнительные с бонусами, все это будет. Так, хорошо. Идем дальше. Администратора сейчас попросим сбросить, сбросить возможность получения записи. Ссылочку нам нужно. Да, да, вот, пожалуйста, администратор сбросил ссылочку в чат. И попросим в описании ее тоже поставить, чтобы вот она была, или по завершении трансляции, чтобы она вам была доступна. Так, будете на 24 часа, а то у нас ночь. Как можно оплатить с Украины? Это с нашими администраторами. Вы счеты выставляйте, администраторы с вами свяжутся и с Украины, хоть с Австралии, хоть откуда, все можно оплатить. Это вообще не проблема. Вот кто, у кого ночь, у кого день, у кого дети, у кого внуки. Это вот все, все это возможно. И даже если кто придет и будет все дни подряд, от начала до конца, практика показывает, что люди так устроены. Это наша физиология, что мы с первого раза информацию не можем, не способны, невозможно усвоить всю информацию на 100% с первого раза. Поэтому, если у вас будут записи, вы каждый раз, пересматривая их, будете получать новую информацию и пополнять свои знания. А самое главное, формировать практический опыт. То, что помнят ваши руки. Что делать, как делать, в какой последовательности, как реагировало ваше тело. Сейчас Виктор Владимирович скажет организм, как всегда. Нет, я хочу вспомнить слова великого Наполеона. Он в свое время говорил своим маршалам. Знания, которые не проходят через руки, уходят через то место, в котором мы сидим в седле. Откуда растут ноги, да? Ну, это вы сказали. Да, ну, администратор, скиньте, пожалуйста, еще раз ссылочку в чат. Вообще-то, если вы перейдете по ссылке, вот, регистрация на пятидневник, там, в конце концов, вам будет предлагаться такая возможность. Господин Мартиросов, команду принимаем не только врачей, но и... Других специалистов. Но и многократных призеров по кунг-фу, по тхэквондо и так далее, так далее. Вы же знаете, кто у нас Эдгар? Вот, на фотографии Эдгар у нас. Тем более, вы со своим опытом, со своими званиями. Со своими результатами, со своими знаниями, да. Со своими знаниями, да. Конечно, конечно. Да, конечно. Ну, сразу же скажем, что в команду примем людей, которые выполнят все задания, которые зафиналят курс лучше всех. У нас будет ограниченное количество таких людей. Они смогут работать у нас в команде, и мы им будем, вам будем платить за это заработную плату. Потому что это очень серьезная работа, она стоит денег. Да. Еще и платили. А я думал, выдадут удостоверение. Ну, это я вам не плачу, понимаете? Нет, я думал, выдали. Это не значит, что сотрудникам не надо ее платить. Ну, как в анекдоте. Ты почему, говорит, за зарплату не ходишь? Полицейский. Начальник спрашивает у подчиненного. Ты почему за зарплату не приходишь полгода? А что, тут еще и деньги платят? А я думал, выдали удостоверение, выдали пистолет, иди, работай как хочешь. И все, да? В команде могут быть и медики, и не медики. Разные будут форматы. Поэтому, пожалуйста. Вы все узнаете, оховольте. Все, завтрашнего дня. Завтрак, вся информация. Вы будете все получать. Не торопитесь. Да, еще хотим сказать пару слов, что вот как раз-таки по ссылочке, когда вы будете заказывать именно в записи, у нас будет еще такой пакет в записи, где вы увидите еще дополнительный курс «Древние секреты красоты Немезиды». Это очень интересный такой небольшой недельный курс. Он как раз-таки рассчитан на воздействие на биологические точки, зоны на теле человека, которые формируют красоту лица, и которые связаны, именно рефлекторно связаны с функцией тонкого, толстого кишечника, которые дополнительно воздействуют оздоравливающим образом на те вопросы, которые мы сегодня разобрали. Вот 125 жалоб, 125 симптомов, 125 диагнозов. То есть у нас с вами будет еще дополнительный рычаг воздействия на эти проблемы. И отдельно, дамы господа. И плюс улучшение качества кожи лица и декольте. И отдельно я хочу подчеркнуть, что именно эта недельная программа, помимо рефлекса терапевтического воздействия, носит огромный энергетический смысл. Огромный энергетический смысл. Загуглите, кто такая Немезида, и вы поймете, почему мы педалируем именно эту тему. Да, вот загуглите, кто такая Немезида. С чем, с каким лицом мы должны жить на этом свете? Ну, не будем об этом сейчас говорить. Пусть для этого... Некая интрига. Да, интрига останется, информация для вас, которую... Ну, вот, вы зайдете, поищите. Вот, тогда вы зададите вопросы, когда уже будет у вас какое-то понимание. Хорошо. Ну, и сейчас тогда мы готовы с Виктором Владиленовичем ответить на ваши вопросы, которые касаются вот темы сегодняшнего занятия. Как вы должны подготовиться к завтрашнему дню, вечеру вернее. Как мы с вами будем работать, в каком режиме, насколько вам это нужно, насколько нужно серьезно настроиться, насколько нужно подготовиться. То есть, в компьютере лишние браузеры закрыть, чтобы ничего не мешало, никаких всплывающих окон. Там вот кто-то там социальные сети, скайпы, вот все прочее, чтобы вас ничего не отвлекало. Отвлеклись, часть информации ушло. Понимаете? А мы с вами собираемся помогать себе, близким и другим людям. Поэтому максимально... Концентрируйтесь на серьезную работу. Максимально дисциплинированно. Мы таких задач еще не ставили, но время показывает, что оно пришло, и мы вот теперь будем работать именно так. Ну, а кто такие задачи не ставит? Я думаю, что вы ставите задачи улучшения своего собственного состояния. И, как показывает практика, нам это удается делать, и вы сами будете отслеживать, как это состояние будет изменяться. Вы будете фиксировать у себя вот эти звонки, звоночки, снижение их интенсивности. Какие-то из них будут вообще исчезать, уходить, и у вас в руках останутся инструменты вот этого 5-дневного бесплатного интенсива. Вы сможете ими пользоваться. Так, можно будет совмещать курсы, выполняемые и текущее задание. Да, если вы в каких-то платных курсах, мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос, можно совмещать скорую помощь, а мы именно будем заниматься скорой помощью, можно всегда совмещать с другими нашими системными курсами. Заплатить можно когда? Ну, за записи заплатить можно вот ближайшие, сегодня, завтра, день, два. Красота нужна, да, красота спасет мир. Арнольд, конечно, если вы заказали в записи, с записями можно познакомиться, но вот как раз-таки живые эфиры, они имеют особую силу, и качество усваивания информации, оно все-таки отличается на живых эфирах и то, когда вы смотрите в записи. Поэтому, если у вас, конечно, занятость, тут уже, что поделать, ну, вам решать самому, вам решать и выбирать самому, как и что вы будете делать. Это уже на ваше усмотрение, ваше желание, ваша ответственность, какие задачи вы ставите. Так, с красным дипломом, уперто или настойчиво, с аналитическим умом, друзья, назнают меня личным семейным врачом. Замечательно, отлично, нам с коллегами, мы вообще просто на одной волне, ну, именно с коллегами, которые заинтересованы во всем разобраться. Не стоят на том, что они когда-то разучили стандарты, и все, они шагу в сторону, а тех людей, которые готовы развиваться. Сейчас даже наше министерство здравоохранения ставит задачу, чтобы врачи развивались, врачи обучались, набирали баллы, именно по обучению, по своему собственному развитию. И вот таким образом, на основании этого, проходили бы аттестацию, то есть подтверждали свою квалификацию и возможность работать с людьми. Все пять дней подряд, Елена, все пять дней подряд будет интенсив. Там упражнение, которое нужно выполнять пять дней подряд. И мы с вами это будем делать. Итак, дамы и господа, ваши вопросы, мы ждем ваши вопросы, мы надеемся, что вы серьезно подготовитесь, все будете выполнять так, как мы вам говорим, и тогда у вас будут замечательные результаты и замечательные возможности. Ждем ваши вопросы. Люди с вопросами, вот начинаешь вебинар, пишут, 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 много вопросов. К концу подходишь? Вопросы где? В Караганде. С планшета. Вот смотрите, и планшет, и телефон могут не обладать всеми возможностями. Вы хоть, я не знаю, с экрана, со спичечную головку смотрите. Лишь бы там все опции присутствовали. Понимаете? Ну, то, что мы вам советуем, лучше сделать так, как мы вам советуем. У головы будет эта книга. У книги? Конечно. Книга серьезная. Как готовится на завтра, обязательно купите, заведите отдельную, прям вот хорошую, какую-то такую вот пухлую тетрадочку. Прям вот заведите ее, чтобы она у вас была. Человек, который просто слышит, слушает, воспринимает информацию, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Тот, который записывает, у него остается больше информации. Тот, который слушает, смотрит, записывает, задает вопросы, у него еще больше информации остается. Тот, кто участвует активно, отвечает на наши вопросы, выполняет задания, проставляет там какие-то баллы, оценки, ведет учет своего состояния, у вас есть возможность на 90% освоить информацию нашу. Поэтому, заранее, чтобы все ручки писали, чтобы вот бумага была в достаточном количестве, чтобы вот прям все от зубов отскакивало. Да. Так. Скажите, завтра вы проведете вебинар, а на утро можно будет посмотреть? На утро можно будет посмотреть, но в записи, вот как пять дней закончатся, вы уже ничего не посмотрите. Без специальных ваших действий. Так. Лариса Горицкая, наша методика отчасти будет помогать и этой проблеме, но мы сейчас не работаем целенаправленно с шейным и грудным, там, началом грудного отдела позвоночника. Это, у нас есть немножко другие курсы, если вы нацелены на это, то несколько позже, возможно, такая возможность будет. Так. 24 апреля, операция по удалению керата конформы на лице, можно, этот курс швы зажили, а, можно ли этот курс швы зажили хорошо. 24 апреля на лице была операция. Какой курс? Вот, который сейчас. Ну, и по курсу Немезиды. Ну, вот по курсу Немезиды нужно смотреть локализацию, я, насколько помню, это вот крыло носа, левое крыло носа, да, Галина? Ну, там есть только одна такая точка, которая находится рядом, просто на нее можно не воздействовать, а все остальные воздействия выполнять. Я думаю, вот, прям без проблем. Да. Если сказали, что плохо работает клапан в паху на сосуде, это связано с позвоночником и кишечником, вопрос такой. Клапан в паху на сосуде. На каком сосуде? В паху. В паху у нас идут подвздошные артерии, которые переходят в бедренные артерии. Не очень понятен вопрос, паху на сосуде. На каком? Так, опоздала, подскажите, сколько стоит пятидневный вебинар? Пятидневный интенсив, бесплатный. Стоит, там, небольшое количество денег, только записи. Мы надеемся, сейчас еще раз мы в чат получим ссылку на записи. Так, имеет смысл делать виртуальную колоноскопию, если я делаю обычную полипы? Ну, дело в том, что визуальная, наверное, не виртуальная, а визуальная колоноскопия. Если вы делаете обычную, но речь идет о том, что если у вас развивается полипоз, если у вас единичные полипы или полипы, это одно. А если развивается полипоз, то, конечно, надо смотреть, делать, визуализировать колоноскопию, конечно. Боли внизу живота, боли по ходу кишечника, можно ли обезболивающие свечи? Ну, боли, обезболивающие свечи, пожалуйста, делайте, но надо разобраться, надо разобраться, во-первых, с причинами боли внизу живота и смотри, какие обезболивающие свечи. Галина. При опускании ног в положении лежа сильно щелкает тазобедренный сустав сильнее справа, чем это вызвано? Ну, если сильнее справа... Ну, это вызвано так называемой системной дистракцией, то есть количество внутрисуставной жидкости в правом тазобедренном суставе гораздо меньше, чем в левом. Вот и щелкание получается. То есть проблемы с восходящим отделом толстого кишечника, возможно, гораздо более ярко выражены, чем... И состояние большой, состояние большой доли печени, конечно. На вопрос Ирины Шевченко, Виктор Лавиленович. Ну, лейкоплакия имеет косвенное отношение, но имеет, конечно, к поясничному и к самоотделу. Но косое, это косвенное отношение, потому что это достаточно специфическое состояние гинекологии. Это больше связано с гормональным фоном, но опять же, если мы раскручиваем, вот то, что Татьяна Владимировна начинала вам говорить в начале нашей сегодняшней встречи, то качество гормонов напрямую связано с тем, как ведут себя гормоны, которые вырабатываются в толстом кишечнике. Это надо внимательно смотреть. Это по коксартрозу, да, да. Это надо смотреть, это в индивидуальном порядке. Я сейчас вот витействовать лукаво даже не могу, пока у меня нет на руках каких-то данных. Так, Татьяна Пентешина по поводу артерии имела в виду. Ну, на артерии, ну, я не очень представляю, какой там клапан на артерии. Там есть переходники артериальные, а какой там клапан находится, ну... Давайте вот такие узкие вопросы, они все-таки требуют... Персональная, это персональная работа, понимаете, опять же, это вопрос терминологии. У вас одно представление, у меня может быть другое представление. Поэтому у нас есть такой формат в индивидуальной консультации. Пожалуйста, если вы в этом заинтересованы, то мы можем ее провести. Мы, кстати, завтра на эту тему будем говорить. О возможностях проведения персональных, индивидуальных консультаций. Итак, дамы и господа, хотелось бы понять, вот темы, которые мы заявили на пятидневник, вам интересны, вам важны, вам нужны? Насколько вот сегодняшняя информация была для вас такой понятной, нацеливающая вас на результат, напишите нам, пожалуйста, поставьте нам, пожалуйста, оценки от единицы до десяти. Насколько сегодняшнее занятие вас нацелило на получение результата. И если вам понравилась наша сегодняшняя трансляция, вот, там есть такая кнопочка, палец вверх, ставьте лайки. Ну, я так терпеть не могу, так. Ну, лайки. Ну, что там? Виктор Владимирович, дело в том... Мы как собаки лайки уже скоро будем. Нет, Виктор Владимирович, вы немножко не понимаете. Да я вообще... Психику момента. Да. Большее количество лайков ведет к тому, что большее количество людей увидят эту трансляцию. Да я не об этом. И большему количеству людей мы сможем помочь. Можно без лайка вот этого пойти и сказать... Нет, нельзя. Сказать, дамы и господа, давайте... Виктор Владимирович, вы по уставу привыкли жить? Да. По уставу нельзя. Виктор Владимирович, вы своими лайками помогаете другим людям получать эту информацию. Да я не это имею в виду. Да. Я не то, что там лайки или дизлайки. Я, так сказать, надеюсь, не очень тупой человек. Ну просто можно по-русски поднять палец вверх. Ну, лайки, дизлайки. Мы скоро вообще русский язык потеряем в ориентации. Кнопочка понравилась. Давайте. Лайки. Слово лайки не применяем. Виктор Владимирович, ухо режет. Да нет, мне не режет ухо. Один из моих любимых... Виктор Владимирович, ну просто есть терминология. Я понимаю. Я понимаю, да. Вот просто наступит время, когда американские сервера, так сказать, нам покажут американский флаг. И тогда мы все перейдем на русские. Ага-а-а. Вот так будем. Виктор Владимирович, ну YouTube, это чисто американщина. Ну, он дает нам такие возможности. Как же можно роптать? В общем, дамы и господа, мы начали с Виктором Владимировичем спор очередной. Есть у вас еще возможность задать вопросы? Как зовут твоего любимого дядю? Моего любимого дядю зовут Ангел Сэм. Так. Значит, вопрос. Компрессионный перелом, что нужно применять, чтобы быстро срослось? Чтобы быстро срослось. То есть у нас много технологий таких есть. Опять же, опять же, локализация. Опять же, причина. Понимаете, дамы и господа. Это опять же причина. Потому что компрессионный перелом в одном возрасте. Это одно состояние, в другом возрасте это другое состояние. В третьем возрасте это третье состояние. Поэтому, что я могу вам сказать? Общим местом является съедать 3 крутых яйца в день. Если нет противопоказаний. Если нет противопоказаний. По толстому кишечнику. Очень хорошо. 3 крутых яйца в день. Ну, возраст нам ни о чем не скажет. И полтора грамма янтарной кислоты. От чего возникло уплотнение в основании указательного пальца на тыльной стороне ладони правой руки? Нужно разбираться в этом. Что такое уплотнение? Понимаете, вот опять же мы с вами, так сказать, как два глухонемых итальянца. Понимаете, что такое уплотнение? Есть гегрома, есть липома и так далее, так далее, так далее. Понимаете, травматическое, идиопатическое, то есть беспричинное. То есть, опять же, вопросы, от чего это возникло? В основании большого пальца. В основании большого пальца где? В основании костной гряды, в основании мышечного бугра, в основании, так сказать, фаланги первой. На тыльной стороне Понимаете, это опять о чем мы Это разговор персональный Фотография, диагностические данные Динамика развития Тут сразу знаете, сколько много вопросов Чтобы вам ответить, от чего это возникло Давайте как-то немножко корректнее будем Правая нога от бедра развернулась В сторону на несколько градусов Чем это может быть вызвано? Правая нога развернулась Так то женщина задает вопрос Ирина Ирина может скрываться за мужчиной Если кто-то скрывается Напишут нам Пока я не вижу комментариев Это может быть связано С ослаблением паховой складки Это может быть связано Если это женщина Это может быть связано с хроническим аднекситом Это может быть связано с хроническим аппендицитом Это может быть связано с хронической Люмбощелгей То есть причин достаточно много наталья будем разбираться с этими вопросами будем разбираться остеопороз как лечить вот как раз завтра мы с вами и займем острову остров порос началом восстановительных процессов в этом направлении просто я пару чтобы было понятно это общая тема остеопороз связанная с качеством количеством желчи системная проблема цистит от боли в крестце и в позвоночнике но вы хотели спросить от нарушений пояснично-крестцовой зоне да эта проблема пояснично-крестцового отдела цистит может быть вполне да если опять же он не специфического как вы пишете не застужалась что значит такое застужалась вот когда вот говорят особенно женщины я не застужалась написать это надо стоять по пояс в воде в ледяной для того чтобы мягко застужиться но опыт показывает что это очень редко бывает в основном это это связано на высоте вот таких вот гормональных будем говорить и дисверсий вот эти очень частые циститы они бывают или такой притечий притечий предклимактерических периодов или отдаленное постклимактерическое состояние как раз таки это вот диссонанс связанный с депрессией женских половых гормонов так обнаружили остеопороз в области поясницы ничего не сломается упражнения не навредят наши что мы вас заставим штанги поднимать они максимально простые максимально комфортные все упражнения они не связаны с какой-то тяжелой физической нагрузкой ничего навредить не может вы только будете запускать восстановительные процессы вообще удивительно если вам поставили если он поставил остеопороз и его вы до сих пор никак не сделали дэнсометрии вот 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 здесь опять же вопрос вам а почему вы тянете с дэнсометрией дэнсометрия она как раз таки решает вот эти вот преобладание тех или иных купольных кишечных дел понимаете вот 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 такое отношение вторая половина жизни со скольки лет ну у каждого человека немножко по-разному в восточной медицине есть отрезок времени который когда есть процесс давайте мы завтра на эту тему поговорим потому что у нас есть готовые параболы так называемые возрастные параболы фертильности и мы вот завтра или послезавтра от чего полипы в желчном пузыре появляются полипы в желчном пузыре появляются от некомпетентности функции самого желчного пузыря мозг дает дополнительную команду слизистой оболочки мышечной слизистой поверхности внутренней желчного пузыря и формируются полипы уже то что вы пишете что девочка так сказать худенькая вот вам пожалуйста почему формируются полипы а девочка худенькая потому что основную функцию на совет берет поджелудочная железа а мозг он же не дурачок понимаете выпил курил табачок нет он дает команду и вот через полипы начинает вот эта система стабилизироваться но и с этим надо разбираться потому что если девочка дочечка 31 год рожавшая не рожавшая это не очень хорошо так запись интенсива звонусом уже оплатила замечательно значит у вас будет еще возможность дополнительных воздействий госпожа митина мы не о приливах во время климакса будем говорить понимаете вот в тему сегодняшнего нашего с вами рандовую читали читали там про климакс ни слова там написано гормональные изменения отдельно про климакс мы говорить пока не будем ровно так же как из депрессии женской гормональной сферы госпожа шелухина мы же не знаем как в своей жизни какое количество противозачаточных вы принимали или не принимали как вела себя ваше женское ипостаси и так далее так далее так далее это все то от очень многих факторов зависит в какой семье женщина существовала сколько детей я народила счастлива она была так со своей половиной несчастлива она одна был состоит плавина это такой момент понимаете и очень не то чтобы щекотливый он очень тонко сконструированный Очень только сконструированный, потому что редко кто из современных гинекологов, эндокринологов касается в этом смысле психосоматической составляющей. Психосоматическая составляющая, понимаете, очень часто несчастливые в браке женщины, они задают команду и происходит просто депрессия, выключение гормонального фона. Тонкий вопрос, тонкий вопрос, но не пятиминутного обсуждения, не пятиминутного обсуждения. После родов полипы появились? О, это общее место, это общее место, это общее место, почему? Потому что особенно развитие второго и третьего триместра плода очень часто приводит к тому, что вот ровно как Татьяна Владимировна сегодня показывала, пляшущая матка или пляшущая королева, танцующая или танцующая королева, как раз таки вот эта вот амбивалентность маточная меняется туда-сюда, плод ходит туда-сюда. И чаще всего, понимаете, мы же так с вами устроены, просто откройте анатомию, обычную анатомию за восьмой класс, и вы увидите реберную дугу, как она устроена у нас, у нас есть так называемый печеночный домик. Вот, я в домике, вот, видите, вот, жена не в домике, вот, вот, мы оба в домике, видите, большой дом, сидим на третьем этаже, да. Вот, печень находится в своем домике, а во время беременности плод, беременная матка, давит на печень, печени ничего не остается делать, как, так сказать, крутить дулю желчному пузырю. Понимаете, он младший брат печени, я говорю, вот сидит такой, вот сидит такой, скрюченный весь из себя, желчные кислоты у него там задерживаются, желчь слабо оттекает, и что, для того, чтобы ее быстрее выгнать, раз, полип сформировался, вот и все, а потом с ним же надо, за это же надо отвечать, как у нас растаянно, за базар надо отвечать, вот, пожалуйста, вот, полипы и есть такой своеобразный ответ. Нет, если вы раньше оплачили, вам ничего доплачивать не нужно, потому что мы говорили и вас предупреждали, что цены будут изменяться, и если у вас были самые оптимальные условия, вы ими воспользовались, радуйтесь, ничего дополнительно не нужно. Так, в оптимальном курсе и базовом одинаковые упражнения, базовые упражнения одинаковые, но в оптимальном курсе есть еще дополнительные упражнения, которых нет в базовом, да. Так. Ну, чтобы полностью там не читать, когда перехожу на какие-то питания, прием магния и калидра, тра-та-та-та-та, вышло окошко за кота. Когда бросают, то через время опять все начинается сначала. Прокомментируйте, вы у меня спрашиваете? Прокомментируйте. Значит, вот прежде чем, прежде чем вот эти вот вещи делать, внимательно посмотрите, внимательно посмотрите индекс витамина Д в организме и количество железа. Так, у мужчин грыжа в паху, зависит ли от боли в пояснице? От состояния поясницы? От состояния поясницы, конечно. Поясничное лицо в воде зависит? Конечно. Конечно. Что значит, Людмила Унтилова, как жить? Как жить не болей, это мы с вами будем учиться, будем разбирать. Вы написали, как жить? Как? Как жить? Ну, так вот жить. Я думаю, что на сегодня достаточно тем и упражнений. Единственное, был вопрос, вот переходил от одной из наших участниц, мы его как-то заявляли как тема, но на эту тему не прореагировали люди, поэтому мы не стали специально как-то формировать, педалировать эту тему. А тема, она звучала, сейчас, комплекс при стрессовых спазмах. Комплекс упражнений, который бы снимал спазмы в кишечнике, которые формируются в результате стресса. Вот, сталкиваетесь, вы неприятный разговор, неприятная ситуация, переволновались, а все сжато, все в желудочно-кишечном тракте сжато, и вы не знаете, как расслабить это все дело, состояние. Как вообще себя в руки взять, что, вот, интересно вам эта тема? Если напишут, что интересно, Татьяна Ивановна, давайте мы на завтра все это уже принесем. Хорошо. Потому что сегодня все это вот валить в кучу, вот пусть вот люди сконсолидированы. Максимально на завтра готовьтесь, завтра у нас будет, ух, сколько. Я поставлю нотабена. Угу. Знаете, что такое нотабена? Нотабена. Ну, конечно, знают люди, ну а как же. Ну, я за кого-то отвечаю, но я думаю, что знают, конечно. Ну, знают люди. Знаете же вы, что такое нотабена? Напишите, знаю, поддержите меня, пожалуйста. Виктор Владимирович строго на меня посмотрел, так вот, прям строго. Нет. Ну, вы. Елена, ну что ж вы меня так подводите? Ну, посмотрели бы же в гугле. Ну, правильно нам пишут. Обрати внимание. Да. То, на что нужно обратить внимание. Мы себе поставили, на что нужно обратить внимание. На запасные вещи. Это комплекс при стрессах и спазмах. Вот. Антистрессово. Антистрессовый комплекс, да? Отлично. Все готовы на завтра. Плюсики в чат. Кто готов? Двери на замок. Кто все понял? Занимаемся серьезно, глубоко. Оружие разрядить, стволом вниз и сделать попытку выстрелить. Не попадите себе в ногу. Ну что, мы с вами сегодня хорошо позанимались. Я думаю, что нас ждут 5 огненных дней впереди. Масса занятий, масса ответов на вопросы, задания, которые нужно все будет четко выполнять. И вы уже вооружились всем, что необходимо. Мы вас ждем завтра в 19.30. Рассылки будут, если вдруг кому-то отправили письмо попало в спам. Или оно там не дошло. Пишите, бейте в колокола, чтобы наши администраторы обеспечили вам доступ. Пожалуйста, будьте максимально внимательны. Мы стараемся рассылать, представляете, большому количеству людей, чтобы всем все дошло. Мы это стараемся делать, насколько это у нас получается. Ну, всяко бывает. Поэтому бейте тревогу, если вдруг не пришла ссылка для входа. Значит, отвечаю на крайний вопрос и бегу в буфет. Потому что нос уже меня снес. Значит, отвечаю, почему запоры могут формироваться при смене воды. Все очень просто. Обратите внимание на состояние своей луковицы 12-перстной кишки. Дело в том, что смена воды, смена воды, очень часто при смене воды, при смене воды, разный уровень кальция происходит. Мы можем получать разный уровень кальция. И вот тогда кислотно-щелочное равновесие может меняться, меняться и проходить вот такое депрессия со стороны тонкого кишечника. Светлана, за час примерно ссылочки будем рассылать немножко, ну, больше, чем за час. Но за час должна точно дойти. Потому что все эти рассылщики, они отправляют письма, но это занимает время определенное. У нас буфет до которого часа работает, Татьяна? Ну, круглосуточно не работает. Надо поторопиться. Ну, тогда завязывайте вот это вот. Закрываем. Закрываем, занятие заканчиваем. Все, пока. Ара Лидерчик. До встречи завтра. Харварь. В 19.30 мы вас ждем с нетерпением. Нам нужны хорошая, надежная команда, надежные помощники. До встречи завтра. Так что пейте привычную воду, чтобы завтра на беззапорной попе сидели. Я надеюсь, так и будет. Ник пустой.